Сегодня президент Порошенко снял очередной рекорд подлости. Я опубликовал мою личную записку к нему. Чтобы вы понимали, эту личную записку я писал после освобождения СИЗО, уже после того, как я выиграл суду Порошенко, и после моих консультаций с руководителем ведущих западных дипломатических миссий. Я не буду называть их фамилией, потому что, в отличие от Порошенко, досконально владею дипломатическим этикетом. Но после того, как у меня были встречи с этими ведущими западными дипломатами, аккредитованными в Киеве, мы решили с этими послами начать процесс попыток переговоров для того, чтобы найти мирное решение политического кризиса и выхода из ситуации, чтобы Украина выиграла, и чтобы враг не пользовался внутренней слабостью Украины и слабостью режима Порошенко. После этих консультаций мои западные партнеры, наши западные партнеры начали свой процесс, а я по согласованию с ними написал эту записку. В этой записке не было ничего личностного. Я не говорил про себя. Я говорил про то, как разрулить ситуацию и как начать на этот счет переговоры. Там нет ничего, чтобы я хотел скрыть от народа, просто есть дипломатический этикет, который не позволял мне его публиковать, а и то, что вы опубликовали. Вы этим мне только помогли. Но вы этим одновременно показали свою недальновидность. Я прямо скажу, глупость. Так не поступают. Поэтому сейчас я решил опубликовать уже открытое письмо, которое должны прочитать все. И там это уже не записка, это письмо. И там все фундаментально расписано. А после того, как вы сделали, господин президент, Я думаю, что вы еще больше потеряли доверие. Ну, не только меня, это ладно, но и многих дипломатов здесь. Я думаю, что это была моя последняя попытка спасти вас от своих же фатальных ошибок. Но сейчас гораздо важнее спасать Украину. Гораздо важнее реально разрулить ситуацию. Поэтому мы этими и будем заниматься. До встречи, господин президент.